С первого раза все 2000 выпускников школ этого года сдали ЕГЭ по русскому языку. Также по сравнению с 2016 увеличился средний тестовый показатель, равняется он 69 баллам. Практически 400, а это каждый пятый ученик, продемонстрировал максимальный результат по предмету от 90 до 100 баллов. По мнению специалистов, такой результат определен введением сочинения, как допуска к государственной итоговой аттестации. Еще одно ЕГЭ достижение этого года – успех выпускников физики. Ее сдавали почти полтысячи учеников. 99% выбравших этот предмет справились с ним на 4,5. Практически такие же результаты в части преодоления минимального порога баллов школьники продемонстрировали по литературе, истории и информатике. Мы продолжаем развивать сеть профильного обучения. Это как раз результат повышенного углубленного изучения предметов. И уже в этом году в 18 образовательных организациях уже на сегодняшний день скомплектовано 47 профильных классов разной направленности. В Сургуте 10 выпускников набрали по 100 баллов. Высшую оценку по ЕГЭ больше всего 11 классников получило по русскому языку. С табальниками стали два человека из гимназии и лаборатории Салахова, по одному выпускнику второй гимназии, первого и естественно научного лицеев, а также 46-й и 12-й школ. Вместе с ними максимального результата по физике и химии достигли три ученика. За выдающиеся способности эти ребята получили денежное поощрение в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, итоги по ГИА подведены еще не для всех. Около 50 выпускников ждут своих результатов по математике. Они из числа тех, кто подавал апелляции, либо писал экзамен в резервный день. Снизилось число выпускников в целом по предметам и в том числе по математике, которые не преодолели порог с первого раза. То есть в Российской Федерации он составляет менее 1%, хотя в предыдущие годы он был гораздо выше. Если говорить о Сургуте, то это даже менее чем 0,5%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!